Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал! В этом видео мы с вами сделаем бархатную коробочку. Делаю я все коробочки из переплетного картона и заранее вырезала уже детали. Коробочка будет моя квадратная, размер дна 12 на 12 сантиметров. Боковые детали соответственно тоже 12 сантиметров и высотам будет бортиков 6 сантиметров. И теперь все соединяем. Соединяю я бумажным скотчем, малярным скотчем. Все детали клею обязательно стык в стык. Смотрите, чтобы все было очень ровно, иначе коробочку поведет и она будет косой или кривой. И немного расскажу о самом переплетном картоне. Для этой коробочки я использую картон толщиной 0,9 мм. Нарезаю все канцелярским ножом. И сам переплетный картон я покупаю в магазинах для творчества или в магазинах для художников. Там, где продается бумага. Соединили все детали, и это у нас будет внутренняя часть. Теперь нам нужно соединить все углы, все грани. Делаю это тоже с помощью того же малярного скотча. Приклеиваю сначала на одну деталь скотч, и потом соединяю со второй. Здесь тоже нужно следить за тем, чтобы не было никаких щелей, чтобы у нас тоже все стороны были очень ровными. После того, как соединила все грани, собрала всю коробочку, я еще немножечко прохожу тем же бумажным скотчем по дну коробки. И тем самым где-то я закрываю свои погрешности, хотя при соединении и при нарезании самого картона все должно быть аккуратно, четко. И, по идее, погрешности не должно быть. Если вы изначально нарезали все ровным, то все будет очень аккуратным. Для надежности я еще и внутренние стороны углов тоже обязательно прохожусь скотчем. Но, в принципе, этого делать не обязательно, потому как эту коробочку я буду использовать под букетик. Букетик у меня будет не очень тяжелый. Ну, а если вам нужна коробка для чего-то тяжелого, то, конечно, лучше перестраховаться. Коробочка наша готова и теперь нам нужно обтянуть ее бархатом. Для этого я использую бархат стрейч. У меня он мраморный. И чем хорош именно бархат стрейч, то он тянется в разные стороны. Чтобы понять, какая длина нужна нам для нашей коробки, я фиксирую на одной из сторон канцелярским зажимом. И очень хорошо натягиваю вокруг своей коробки. Отрезаю длину и отрезаю ширину. Делаю всегда я это на глаз. И, в принципе, меня это никогда не подводило. Если же вы сомневаетесь, что сможете отрезать на глаз, то, конечно, чертите линеечкой. Отрезали нужную длину и теперь нам нужно все это сшить. Если у вас есть машинка, то это, конечно же, облегчает и убыстряет работу. Я сшиваю вручную и сшиваю самой тонкой ниткой и самой тонкой иглой. Сшить нужно так, чтобы шов был ровный, аккуратный. Вот такой шов получается и теперь надеваем на саму коробочку. Как видите, очень плотно она одевается и тем самым у нас бархат будет хорошо облегать коробку, не будет нигде морщин и выглядеть будет очень красиво. Натянула все, подровняла. Обратите внимание, чтобы шов был ровный и его тоже нигде не повело. И теперь приклеиваю внутренние части. Приклеиваю я на клей момент кристалл. Он прозрачный. Нанесла немного клея и опять фиксирую все канцелярскими зажимами, то есть вот этими крокодильчиками. Отгибаю бархат, наношу клей и наношу не на саму краешек, а немного ниже, чтобы клей не вылез и не запачкал нам бархат. Затем делаю небольшие надрезы, для того, чтобы нам удобнее было склеивать две оставшиеся стороны. Отгибаю тоже, наношу клей и фиксирую зажимами. Клей высыхает довольно быстро и практически не остается никогда следов. Клею именно на этот клей, мне с ним удобнее работать, если вам привычнее работать с горячим клеем. Но, наверное, это не совсем удобно, потому как горячий клей будет оставлять следы. Склеили стороны и теперь я фиксирую углы. Наношу клей и чуть-чуть фиксирую пальцами, а затем еще надеваю зажим. Жду буквально минут 5-7 и все склеивается хорошо. Здесь очень важно обратить внимание на сами углы, для того, чтобы тоже нигде бархат не оттопыривался и не топорщился. И теперь нам нужно обработать нижнюю часть, то есть дно. Тоже делаю небольшие разрезы и фиксирую по такому же принципу на клей. Здесь нужно бархат немножечко подтянуть, потому как все-таки это дно, мы можем здесь все запрятать, скрыть какие-то погрешности. В любом случае, в дальнейшем мы сейчас это все будем закрывать. И старайтесь делать так, чтобы не находил бархат на бархат, чтобы не было толстых швов. Закрываю я все кусочком акварельной бумаги, вырезала квадрат где-то на полмиллиметра меньше, чем сама коробочка, то есть мы врезали 12х12, здесь у меня квадрат 11,5х11,5. Приклеиваю тоже на клей момент и как следует все фиксирую. Коробочка наша готова, обратите внимание, как плотно облег ее бархат. Обратите внимание, что все у нас очень аккуратно и ровно. Внутренние части я не прячу, потому что в дальнейшем буду вклеивать туда пенопласт для цветов, в который буду вставлять цветы, то есть буду делать букет. Затем декорирую все полоской атласной ленты. Ширина ленты 2,5 см. Обрезала, начинаю приклеивать с той стороны, где шов. И ленту я приклеиваю немножечко в натяжку. Я фиксирую только с двух сторон, поэтому немного натягиваю, чтобы лента нигде не провисла. Обрезаю и запаиваю, чтобы лента не окрошилась. Добавляю брошку в тон ленты. И вклеиваю пенопласт, который я уже заранее обернула гофрированной бумагой. На этом коробочка готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!